всем привет сегодня мы будем делать всеми любимые гамбургеры но мы это будем делать по моему рецепту для фарша я буду использовать куриный говяжий и свиной 2 яйца черный перец зиру обязательно конечно же как бы но может быть это будет какой-то чизбургер пусть ребята я не разбираюсь то есть в этом фастфуде то есть я ее не ем то есть но ради вас я решил просто записать это видео плавленый сыр это сорти здесь как классика так и есть и ветчина фарш я добавлю лук картофель это придаст сочности то есть скажем так я открою просто тайну я был в маке всего лишь два раза в своей жизни а в kfc 1 вы не представляете да поэтому блять ну реально там котлета она блять вот реально она сухая а вот поэтому я для сочности добавлю лук картошечку сырую конечно в процессе она будет жарится и придаст сок лук картошку я скажем так порежу на блендере вот они бэнер куда но комбайн вот не хочу заморачиваться с мясорубкой как бы для меня это все так тяжко и чуждо блин я не усложняю я упрощаю и поверьте от этого становится только вкуснее то есть я не готовлю по рецептам добавьте там 15 грамм приправы такой-то там 1 грамм соли там 20 грамм я не знаю макарон там или картошки ребят я готовлю все на свой вкус я уже когда я готовлю то есть я знаю что это будет то есть это будет просто обалденно да кстати и про куриные сырые яйца тоже я не забуду она будет как связующие поэтому те кто никогда не добавлял этих ингредиентов скажем о какой так там ребят все нормально я повар и у меня примерно 20 лет стажа а то и даже больше поэтому у всех у нас есть определенные секреты я вам просто их открою поэтому ждите я очистил картошку и лук от кожуры скажем так сейчас я порежу ее на куски которые смогут поместиться в наш такой микро комбайн и все это порубить как стало ранее то есть я не хочу заморачиваться с мясорубкой то есть мне это как бы вот ну никак и кстати я не сказал что фарш я добавлю мороженую зелень это будет укроп и лук потому что как раз мясо вберет себя вот и ароматы как бы черного перца и ну как бы свежей зелени скажем так картошку и порезал скажем так произвольным способом сейчас постепенно я добавлю все это в наш такой микро миксер да все это я порежу и добавлю буду потихонечку добавляю все это в наш фарш наследие фарш и как все это я, вот так что я хочу и об этом, вот так проявляються и залог на 3-3,2 контраста похоже, что чек F это мне о чем мы, а как я иду на 3-8,5, 5, 6,5,5,上. кстати вот это вот приблуда фирмы scarlett это тоже не реклама покупал я ее очень много лет назад в эльдорадо причем купил я ее на баллы которые сохранились то есть я доплатил буквально там рублей на 200 то есть при цене там я уж не помню сколько там больше 1000 рублей а вот то это верши здесь и да и блендер как бы и вот и был и венчик там и много чего было в комплекте вот реально штука мощная то есть куча регулировок то есть ребят не реклама как бы но иногда недорогие вещи они превосходят более дорогих конкурентов да потому что мы тупо платим за рекламу за бренд в некоторые моменты стоимость бренда достигает но накрутки там 100 и более процентов то есть образно говоря scarlett как бы да такая бюджетная такая фирма да и поэтому она стоит недорого но извините в ней и моторчик стоит достаточно неплохой и лезвие ножа они очень острые то есть но они картофан они изменили измельчили буквально там за считанные секунды то есть но я думаю была бы техника бош там или еще какая-нибудь но она бы сделала бы тоже самое то есть переплачивать за надпись тупо вот здесь у не скарлетт а бош там кен вот я не знаю там все что угодно она режет везде стоит моторчик везде стоят кнопки везде почти одинаковый корпус поэтому но если пафос перед друзьями как бы да или как некая такая повышение своей самооценки какой-то звездности да то есть но я хочу чтобы у меня было только вот вот это вот ну ну наверное да это да это знаете как вот задача автомобиля возить нашу задницу там четыре колеса мотор руль то есть все дальше это корпус и шильдик на капоте и на заднице то есть все что вот было последнее то есть корпус шильдик мы это переплачиваем к примеру лексус это тойота майбах это mercedes как бы можно перечислять даже то есть у любой фирмы есть некие люксовые модификации поэтому грубо говоря ну тупо переплачивать за некую недоступность ну блять ну я не знаю допустим вот такого держалки для сковородки к примеру да вот от образно говоря их осталось там по стране как бы там ну я не знаю там но немного приведу даже другой пример автомобильные номера вот все вот цепляются за номера 001 там 25 там три семерки шестерки пятерки и так далее на рынке два дурака один продает другой покупает поэтому как бы вот вот если человеку залупился и сказал что я хочу продать такой-то номер с такой-то серии не знаю 500 тысяч рублей вот я хочу ребят его стоимость вот реальная государственная цена то есть сколько у нас стоит автомобильный номер по госцене до чтобы вот заплатить там госпошлину там и за номер там тысяча две рублей сколько но обладатель вот этого номера он тупо залупляется потому что ему просто вот подфартило там элементом заплатил замыли еще кому-то я хочу заплатить 500 тысяч рублей а другой говорит мне блять 500 тысяч это дороговато конечно но и вот 450 кабы и готов отдать вот нету 500 потому что там красивые цифры и буквы ребят но на рынке два дурака также и здесь также и здесь да я не понимаю если там это какая-то более точная техника там может быть какое-то телевидение может быть просто я в этом мало разбираюсь поэтому это говорю ну когда здесь тупо моторчик и корпус и две кнопки блять но 3 вот платить там допустим за вот это вот хренатенька бы несколько тысяч рублей хотя можно купить там да и за тысячу и он будет выполнять те же самые функции для ребят но это бред реально поэтому как бы такое было конечно отступление до нашего сюжета давайте готовить дальше так картофан я на перетер на лезвие ножа то есть всего нашего микрокомбайна сейчас перемещу наш фарш кастрюлю добавлю в него картошку также сейчас я перемолю лук кстати я забыл да какой же повар я добавлю один маленький зубчик чеснока потому что блин ну какое мясо без чеснока просто вот приправки конечно же то есть зира это вот ребят но чуть-чуть зире надо вот хоть зерен пять пять шесть потому что она она понимаете как вот у нее такой взрывного взрывной аромат то есть она вот просто это такая трава просто боли но это надо просто понять просто она кайфовая на классно так ладно давайте без демагогии будем все это мешать смешивать так наш лук я порезал просто произвольными частями сейчас я кладу два зубчика чеснока накрываю нашим до поля кухонным комбайном хотя может и есть кухонный комбайн бог узнает делать обычно привык резать вручную блин вот просто сегодня лень решил воспользоваться так наш лук превратился в некую такую кашу ребят блять вот по сути та же самая мясорубка я не знаю кто еще пользуется ну какой-то вот старый домашний ручной советской алюминиевой мясорубки да он там что блин там бам 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 блять вертит купите за 1000 рублей вот такой вот вот ну хрень давайте так вот хрень вот она со своей обязанностью справляется вот даже мы крутили этот гоголь-моголь блин на ней она же блять дымилась вот да там вставка как бы она там не немножко оплавилась как бы мы ее выкинули в мусор но реально много но это было испытание на прочность на самом деле так давайте сейчас я добавлю наш лук да вот смотрите сейчас я все это ложечкой выберу добавлю яйца приправу сыр нет сыр это конечно и сыр это потом в конце потому что но мы же делаем бургеры чизбургеры да вот сегодня кстати я буду делать не только бургеры то есть бургеры как бы это чисто вот мое видение но я сегодня готовлю домашние котлетки которые я очень люблю кушать с пюрешкой с макарончиками с рисом там с той же самой гречкой то есть вот это вот я просто вот возьму расплющу кину доску и все это будет бургер поэтому как бы я приобрел вот эти вот небольшие булочки да вот дабы вот сказать что как бы ну ребят но бургер может быть немножко и вкуснее чем вам его подают на стол скажем так ну а чё там чё там в маке в маке там получается что говядина да вот фарш тупо вот его порубили блять но на мясорубке там на крупной на мелкой я даже не знаю то есть я не питаюсь я не любитель я не любитель фастфуда потому что я могу все это приготовить то есть здесь фарша примерно рублей на 300 300 рублей этот килограмм здесь там плюс минус там в грамм 50 вот плюс добавится картошки немножко лука как бы и того будет но вес даже с ужаркой он будет примерно килограмм килограмм там грамм 900 950 то есть но все это по-разному то есть в зависимости от степени ужарки я специально взял курицу куриный фарш чтобы мясо чтобы котлеты были они немножко посочнее свиной чтобы котлетки были немножко посытнее потому что сама говядина она постная в ней мало жира и она блять но она она как бы вам сказать блять да она никакая она просто никакая то есть реально вот мясо которое вкусно это вот свинина и курятина потому что говядина но она блять но вообще поэтому наверное у нас в россии получается что продажи основные продажи идут по свинине и по курице а говядина где-то вот на задах от говядины у нас только молоко ну вот реально потому что говядиной стоит блять 400 рублей килограмм там ну там плюс минус там 50 рублей да вот курица и свинина кабана всегда в ходу я хотел взять фарш из индейки вот кстати я ее не пробовал тысячу лет уже когда наша скажем так бабушка свое время в далекие там восьмидесятые ну конец восьмидесятых держала вот это сказать скотину у нее также были индоутки вот конечно блин мясо реально вкусно вот я все никак не могу решиться как бы взять за правило покупать как бы индюшатину просто там те же самые котлетки те же самые там какие-то стейки там или там всякие такие прикольные кулинарные там изыски то есть ну пока нет то есть пока вот курица свинина это основное так ребят давайте продолжим делать наш фарш сейчас я выложу остатки нашего лука да то есть переложу сюда добавлю наше мясо вобью до 2 яйца двойца это для связующего то есть я все это буду так вот перемешивать добавлю замороженную зелень я не стал тратить деньги как бы на свежую потому что думаю блин ну сейчас там 50 рублей там 50 рублей реально как бы денег впритык до командировки еще там буху узнать сколько времени то есть я реально там без денег то есть как то приходится экономить но на пиво денежка есть всегда поэтому поэтому останемся голодными но пиво мы себе купим вот такой черный юмор можно сказать так давайте приступим да кстати когда я готовлю да то бишь я сразу мою посуду то есть пока она не присохла не засохла то есть мыть ее очень быстро да и легко кстати я не понимаю людей которые покупают посудомоечные машины ребят но вы реально настолько ленивы как бы вам вот ну там половина минуты потереть губкой блять одну две тарелки или настолько вы ну я не буду оскорблять как бы да ну людей блять ну засранцы то есть вы скапливаете посуду в мойке да вот или там еще что то ну если я понимаю там девушки заботиться о красоте своей то есть я ценю женскую красоту кстати я за нее всеми руками и ногами за то есть девчат блять ну пусть моет посуду мужик че он блять маникюр делает или еще что то боится блять ногти поломать че то вот вы из своих мужиков блять сделали таких вот каких то блять ну я не знаю поэтому как бы да девушка должна быть красивой то есть по сути ее задачи девушка должна быть ну матерью да то есть продолжением рода то есть она выполняет определенные функции то есть это ее назначение а вот как вот я считаю что да да я хорошо готовлю то есть но если моя там будущая жена будет хорошо готовить как бы да ну я буду ей помогать а может быть буду сам готовить или мы будем готовить вместе вариантов много но блять посуду я буду мыть сам руками я никогда не куплю вот это вот посудомоечную машину потому что блять но это вот лишние 15 тысяч рублей там или 10 я не знаю сколько она стоит да мне плевать сколько она стоит посудомойку я не куплю просто из принципа потому что блять скапливать гуру посуды в этой посудомойке да это сколько надо иметь комплектов посуды сколько надо потратиться ребят ну ну вы столько воды не зарасходуете блять за коммуналку блять сколько вы зарасходуете на покупку блять посудомоечную машину так ладно готовим дальше сейчас я перемещу наш фарш в эту кастрюлю так у нас здесь находится два яйца сырых я добавлю прямо чуть-чуть зиры черного перца но это по вкусу как бы и примерно половина чайной ложки крупной соли вот наш фарш так ребят скажу сразу почему я в магазине не выбрал такой микс да то есть потому что это кухня это закрытая кухня которую вы никогда не увидите скажем так фарш говяжий стоит примерно 400 рублей килограмм свиной фарш стоит примерно рублей 270 300 там ценник я уж не стал смотреть как бы там бог с ним в каждых магазинах в каждом городе цены разные куриный примерно рублей 170 вот когда вы берете некий такой микс да то есть он стоит там 200 там 70 рублей за килограмм ребят в его составе будет находиться ну как бы по ну по усмотрению магазина до процентов 30 ну по идее как бы там должно быть 50 на 50 50 говядина 50 свинина ну а вам эти проценты никогда не укажут его и даже они сами они если даже и укажут но они никогда не соблюдят вот эту норму поэтому мне проще допустим купить килограмм фарша но все будет все по 300 300 говядина 300 свинина 300 курятина а если будет еще индейка так вообще супер быть еще 300 она будет еще вкуснее просто наши домашние котлетки даже можно будет курицу убрать а добавить индейку ну то есть как то так так добавляем наши яйца добавляем чуть-чуть зиру вот вот в шашлыке она конечно примут она вот идеальный такой вариант так черный перчик а вот так вот нормально будет вот и сейчас я все вот это вот я перемешаю руками потом дам пару часов настояться чтобы мясо скажем так вдохнуло в себя аромат аромат вот эти вот перца зиры зелени петрушки укропа как бы до чтобы она просолилась как-то равномерно и потом мы уже будем жарить ребят даже по сути как бы да вот но если не нужно там много котлет этот фаршик можно просто положить в морозилку разделить его на какие-то равные порции до сделать те же самые тефтельки блин чтобы делать супчик а может быть там просто тупо пожарить ну скажем так это как домашние заготовки можно сказать поэтому ну ну всегда есть много вариантов то есть если вы только начинаете готовить ну обучаться вот этому да то есть как говорится я же мать вот и ваш муж любит там вкусно поесть его там звоните мама 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 там я не умею приготовить яичницу как ее делать и так далее просто смотрите мои рецепты поэтому и называется канал готовить просто тупо возьмите подпишитесь блин я вас просто научу как вот из ничего сделать очень вкусно просто вот потому что я сам все это прошел не испытал на себе как бы методом проб и ошибок вот но скажем так те люди те гости которые приходят ко мне и когда я их угощаю своей едой блин ну вот ребятка бы но он они немного садятся как бы на шею и говорят а у тебя там чем в холодильнике покушать есть интересного или вкусного евро так говорю давай вали домой блин и пусть тебе там жена готовит поэтому ну тогда у меня еще не было канала да поэтому может быть его жена смотрела бы пару моих рецептов там элементарно как приготовить пиццу или там окрошку на иране вот она может быть бы и накормила бы своего мужа какой-то вкусной едой поэтому как бы ко мне и и ходит да вот че пожрать да нечего потому что как бы вот этого килограмма мяса скажем так фарша да ну ну хватит как бы из разряда там ну дня на 3 на 4 потому что я стараюсь много не кушать как бы но я себя и так чувствую нормально то есть вот любой повар блин он почему он любой повар почему он все время толстый потому что он берет и дегустирует берет вот так вот ага на соль ага там вкусно невкусно соли добавить приправ там или еще может быть воды картошка сырая не сырая там макароны проварились не проварились представляете если он работает на кухне там 20 лет или 10 да он блять и весит поэтому блять 100 килограмм поэтому так давайте готовить дальше наши котлеты потому что эта тема она на самом деле бесконечная вот так вот наш фарш я перемешал сейчас я добавлю примерно ну вот так вот чайной ложки соли ну хотя наверное чуть чуть поменьше потому что ну вот так вот то есть треть треть на вот это вот килограмм мяса вот так вот посыпем сейчас я так же все это перемешаю и дам нашему мясу да вот настояться ребят почему я начал говорить про то что ну немного не стоит покупать смешанный такой фарш да там как бы там под названием там фарш домашний там бах там да там уже содержится говядина там свинина ребят просто вам могут продать свинину по цене говядины вот и все то есть простая математика вы никогда не узнаете процент содержание фарша ну мясо говядины как бы да или свинина сколько там содержится потому что там так же все это делается на глаз и это торговля торговля никогда не будет убыточной торговля будет всегда только в плюс вот и все вот давайте мы сейчас дадим настояться нашему фаршу часик другой да потом мы все это приступим его приготовлению то есть будем мы его жарить конечно масло уйдет ну приличное количество но я приготовлю там 35 котлет как раз кстати сделаю да наш обещанный гамбургер для этого я купил сырка вот терпеть я их не могу на самом деле фастфуд как бы какие булки блин я предпочитаю котлетка и пюрешка вот это вот тема вот это вот я понимаю а вот это вот блять ну ребят ну я не знаю но это извращение просто просто вот никакая пришел пацан или там девчонка домой и сказала мам я хочу котлет ботяне сбегал в магазин купил фарша и себе пивка мамочка сделала фаршик такой вот да вот зуба пошла котлеток и дитё мальчик или девочка довольные все это здоровая еда детки в спортивной форме подтянутое вытянутые вытянутые а не то что блять ей там в 14 или ему да конечно ей может быть там это проблема со здоровьем но если проблем со здоровьем нет как бы и ребенок как бы он немного упитанный из-за того что девочка какая-то худенькая тебе надо поправиться блять да это все бред да это ж такая нагрузка на сердце чтобы сердце это мышцы она перекачивает кровь она вот сжимается разжимается то есть ребят как бы ну не издевайтесь над своими детьми как бы у каждого человека должен быть в зависимости от роста свой вес если он ростом там 80 180 сантиметров да то его вес там примерно там 70-75 килограмм то есть как бы это средне то есть между ну нормальный можно по сути можно весить и там 65 это для девочки и это будет нормально она будет подтянута она будет вытянутая там ножки от ушей там и так далее она будет красавица ну когда блин извините меня у нее рост там 160-170 и в ней 80 килограмм да вы чё блять издеваетесь что ли не насилуйте своих детей блять или не знаю там или блять но я не знаю я вот очень сильно кстати категорично отношусь к этому всегда люди которые были рядом со мной они всегда были стройные подтянутые то есть ну с каким-то зависимостью веса как бы но я с такими как бы я никогда не общался потому что блять извините это не мой уровень как бы это не мой то есть мне вот как бы вот извините конечно но толстухи как бы они не по душе так ладно фарш мы перемешали посолили сейчас мы будем его настаивать ну час-другой и так я не стал заморачиваться с покупкой каких-то там специальных булочек для бургеров я купил булочки кстати тоже с кунжутом нашего местного хотя бы завода скажем так они по размеру немного меньше ну вот насколько вот я вот знаю что ну примерно бургеры они блять вот такого вот размера потому что блять ну вот за тут хрень давай блять 90 рублей там или сколько блять ну я не знаю вот так будем использовать помидорчик соленый огурчик домашний не покупной да и сыр ассорти но ведь есть как бы я так понимаю что он с ветчиной как бы ну да и бог себе сейчас мы возьмем фарш да и сделаем такую небольшую котлетку вот и пожарим ну ребят вот честно но я не понимаю как вы это едите вот просто вот я вот взялся сделать этот ролик просто чистого для себя то есть понять как тот кайф который вы испытываете ну я думаю мне это будет просто не дано да это будет вкусно как бы но блин ну по мне вот вот котлета на тарелке пюре эхо там огурчик подливка вот это вот моя тема там да вот домашняя еда а вот это вот когда она все блять падает на одежду оставляет пятна и все это прочее как бы но зато это круто ты сидишь там в маке в биг маги там я не знаю там еще и все там еще там где нибудь вот типа вот вот это вот это все нехорошо ребят зайдите в нормальную столовку и поесть нормальной здоровой еды так мы берем немного фарша потому что у нас котлетка скажем так маленькая делаем вот такой вот шарик кладем на сковородку прижимаем да я думаю она как раз будет под нашу вот такую вот маленькую булочку все ребятка божарим нашу котлетку как бы да то есть смотрим дальше что у нас получится наша котлетка приобретает такой характерный поджаристый цвет она становится красивая и она у нас смотрите воздушная это вот не та хрень которая продается в маке биг маки там и все да и там во всей этой хрени то есть в нашей котлетке примерно я не знаю сколько там грамм может быть пятьдесятка бы мяса вместе с там картошка это может быть и того меньше ребят и того давайте прикинем да то есть если здесь примерно 50 грамм мяса плюс стоимость булочки вот ну себестоимость скажем так где то в районе там ну 15-20 рублей это с луком морковкой там приправой с солью и вы даже платите за вот этот здоровенный какой то да там бургер блять под названием ребят блять ну там наценка получается процентов 300 если не 400 я просто вот ну я пока не подсчитывал но если не буду и вот просто вот если я захочу так как я именно имею поварское образование то есть я почитаю все его себестоимость ребятка бы но когда у меня будут дети блять я буду гонять их за то что чтобы они не питались в этих фастфудах потому что это бабки переплаченные просто пипец проще прийти и сказать мам я хочу бургер да опять же возвращаемся буквально вот пару минут назад папа сходил в магазин за фаршем и пивком мама сделала котлеток да все это на булочку как бы вот тебе там сыночек или дочечка вот тебе бургеры угостил друзей подруг не знаю уж там кого все довольны все говорят блин там твои родители супер блин мы будем к тебе ходить блять за бургерами давайте перевернем да а с этой стороны она еще более пожаристая потому что ребят вот вот это вот это здоровая еда без всяких блять химикатов жарим дальше будем смотреть что у нас получится наша котлетка постепенно теряет в весе заметно что она убавилась по размеру вот потому что все таки это мясо и она теряет но в объеме то есть влага уходит но кстати так как все это натурально да вот то есть без всяких там каких-то химических способов там или какие-то ну мы же дома готовим на самом деле вот поэтому конечно можно было бы я не учел кстати этот момент можно было бы мясо немножко побольше положить ну а кстати в весе она потеряет примерно от от того момента когда я положу ее на сковородку и до момента когда она будет готова примерно ну 25 ну даже скажем так 20-30 процентов то есть влага уйдет как бы останется мясо как бы да и мы все это положим на сковородку и это будет примерно буквально через пару минут итак ребят мы готовим для себя а не на общий пив поэтому готовность мяса мы проверяем простым способом да то есть мы протекаем нашу котлету и смотрим то есть если выходит белая жидкость это сок если жидкость она выходит такая мутноватая там ну типа с кровью да то есть мы котлету жарим дальше наша котлета для нашего а-ля гамбургера готова теперь мы берем ее да помещаем все это вот так вот на нашу булочку с кунжутом как это было красиво в рекламе показано кладем наш помидорчик а нет вначале сыр да чтобы он так вот расплавился немножечко вот так вот вот так вот все наш бургер готов ребят приятного аппетита